Ну что ж, ребятки, давайте злободневные темки разберем наш с вами карантин, как на нем выжить. Я уже снимала первое видео, кто не смотрел, посмотрите, где я говорю о разных преимуществах того, что мы сидим на этом интересном карантине, который будет продолжаться неизвестно сколько. Так вот, вся эта ситуация, почему она такая очень неприятная? Потому что непонятно, сколько это будет продолжаться. Вот очень часто из эктов впадает, вот от сначала невроз, а затем уже может быть даже и психоз, от того вот в этой вот изоляции, в этой депривации, в этой тюрьме, от того, что он не понимает, сколько это вообще может быть длиться. Особенно, если мы берем вот эти кресты. В Питере есть кресты на набережной у нас, там люди сидят до основного своего срока. И они там могут просидеть неизвестно сколько, до суда. Они могут сидеть полгода, могут сидеть год, могут сидеть два. И вот это самое страшное, когда ты заперт с какими-то непонятными чертями, и эти черти пердят под нос, кто-то курит какую-то шмаль, пьет чифербак, кто-то срет рядом, потому что это параша. Что-то я ушла в эту всю эту историю. Ну да, фиг с ним, потому что это, поскольку у нас тюремный невроз на самоизоляции. Еще, кстати, есть классная фраза «Уйти в матрас». Так вот, очень многие зэки и вообще люди, которые попадают в состояние, ну, с которым они не в силах вообще справиться, они выбирают очень интересную такую психологическую защиту, психологическую реакцию. Уйти в матрас, зайти в сон, уснуть на какое-то немыслимое количество часов. То есть человек может проспать целый год. То есть он просыпается, сделал свою нужду, так сказать, самую необходимую, и опять ушел в матрас, и опять ушел в сон. Во сне у него там все хорошо, во сне он на свободе. И ничто иное, кстати, у меня периодически бывает такое, что мне нравится спать, потому что у меня такие яркие цветные сны. Более того, бывают очень интересные такие сновидения, в которых ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты прям сам себе решаешь, ой, я хочу туда полететь или хочу сюда полететь. Я, кстати, летаю у себя по Питеру очень часто. И давайте так, меня все время спрашивают, что делать, вот меня дети спрашивают, мама, что делать с твоим трупом, когда ты умрешь? Значит, с моим трупом сделайте то, что вы хотите. Я детям говорю, сделайте с моим трупом то, что вы хотите, потому что этот труп нужен не мне, потому что меня в нем больше нет. Это как какие-то ваши волосы на расческе. Вас же больше нет в этих волосах? Или ногти, которые вы подстригли, вас же больше нет в этих ногтях отстриженных, соответственно. Или какашки, которые вы накакали, вас в этих какашках больше нет. Соответственно, то, что с трупом моим будут делать мои дети, это исключительно их должно быть решение. Потому что если им нужно пообщаться с мертвой мамой в земле, замечательно. О, видите, я купила себе эти часы, но пора размяться, мне пишут. Встаньте и подвигайтесь немного в течение минуты. Соответственно, замечательно. Пусть они меня похоронят туда, если им приятно приходить и пообщаться со мной. Надо, видимо, сказать им, чтобы они меня все-таки похоронили. Не сжигали. Почему? Потому что я хочу вот какую штуку. Значит, я хочу, чтобы меня похоронили на Ваське. На Ваське есть кладбище. На Ваське есть кладбище в Питере. Там была напротив моя спортивная школа. Я занималась там волейболом. Так вот, я хочу, чтобы люди приходили ко мне на кладбище, мои, кто меня любит, и со мной разговаривали. То есть, чтобы я была их пожизненным психоаналитиком, они бы ко мне приходили. Я там специально попрошу, чтобы сделали скамеечку. Сделали, чтобы скамеечку, чтобы человек мог прийти, сесть рядом со мной и рассказать мне, что у него на душе, что у него произошло, да, о чем таком он сильно переживает, о чем таком сильно мечтает. Короче говоря, я буду такой, в общем, погребенный психоаналитик. Как вам такая идея? Мне она прям сейчас так что-то близка стала, так она прям легла мне на душу, вот эта идея того, что, во-первых, если вдруг моя душа где-то будет там летать, я очень хочу летать под Питером. То есть Питер – это то место, где я хочу вот летать без конца, на набережной, смотреть эти мосты, мои домики, все такое. Поэтому вот, да, я буду обязательно вас выслушивать. То есть, если есть у меня моя душа, то вы ко мне приходите, пожалуйста, после смерти, рассказывайте все свои истории, а я буду сидеть, слушать и помогать вам. Хорошо? Договорились? Все. Вот так поступим с моим телом. Значит, жертвовать себя я не буду в анатомичку. Я помню, я с мамой ходила в анатомичку в детстве, и мне все время было так странно, думаю, кто эти люди? Мама мне говорит, ну, а, и вот там была женщина, она стояла, я вот эту писульку у нее разглядывала, какие-то волосюшки там у этой писульки, она такая всесморщенная уже была, да, формальдегидом обмазанная, вонючая, все такое. И я думаю, ну, как вот эта женщина, она вот подписала, что вот я хочу, чтобы мое тело после моей смерти отдали в анатомичку. Вот я не хочу, мне сейчас неприятно, что я буду валяться в анатомичке. Хоть я вам и сказала, что мне все равно, что будет с моим телом, но вот валяться в анатомичке как-то я не хотела бы, конечно, не хотела. На органы, пожалуйста, раздавайте меня на органы, это мне не жалко. А вот что касается вот этой анатомички, что-то в этом есть такое неприятное. Вы бы отдали себя в анатомичку, кстати? Скажите, я бы нет, я лучше буду вот таким вот пожизненным, знаете, вашим психоаналитиком, просто пожизненным. Приходите, приходите, всех приглашаю. Всех приглашаю на свое кладбище. Так, потому что я рассчитываю, что все-таки все те люди, которые будут жить после меня, и дети их детей, и дети их детей, будут смотреть мои очень полезные видео. Так, вот это вот, кстати, те видео, которые имеют разницу между реакшенами. Ну, вот есть люди, которые снимают разные реакшены, да, вот что-то такое случилось, оп-оп-оп, быстренько хайпанул на какой-то темке. Ну, так эта темка все, она сдохла, ее больше никто не смотрит. А такие темы, как шизофрения, да, такие темы, не знаю, как паническая атака и прочие-прочие-прочие вещи, которые, кстати, сейчас происходят у многих людей вот в этой депривации, на панические атаки, просто штырят людей несусветно, нет же физической нагрузки. Эти видео будут смотреться вечно. Это как вот медицинская энциклопедия, они будут смотреться вечно, эти лекции мои. Поэтому все, дорогие мои потомки, смотрите меня, смотрите меня, короче. Значит, давайте посмотрим, что происходит у нас вот в этих четырех стенах. Нарастает раздражение, нарастает напряжение, нарастает депрессия. Эти дети, которые просто неугомонные, ну ладно, у кого-то тихие дети, как у меня, легла себе с айпадиком лежит, я даже забываю, есть ли у меня дети вообще на своей комнатке. А ведь кто-то живет в однокомнатной квартире, кто-то живет в комнатке, в коммуналке. У кого-то трое детей, эти дети бешеные, буйные, вообще какие-то ненормальные, которые крушат все вокруг, бегают по голове, что-то без конца просят от родителей. Их надо чем-то развлекать, как-то занимать, и это невозможно. И вот, наконец, впервые семья знакомится друг с другом. Ну, ездили они куда-то, там, в Турцию или куда-то они отдыхают на недельку, на две. А здесь ведь это продолжительное время происходит неизвестно сколько. В той же самой Турции мама могла пойти на пляж, а папа мог пойти играть в футбол. Дети пошли в игровую комнату, они не сидели так долго вместе. А сейчас мужчине не посетить свою любовницу, не сходить в спортивный зал, девочкам не сходить, не сделать маникюр, не сделать никакую прическу, не пообщаться с подругами. Все, полный кошмар, и ты не понимаешь, сколько еще это продлится. А бедные бизнесмены, то есть человек сидит и видит, как просто валится и рушится весь его бизнес, правда же? Просто сыпется и идет к коту под хвост. Все то, что он создавал столько лет, да, сердцем и всеми местами, которые у него только есть. Все терпит крах. Он вынужден совершенно парализованно, без действия, без всяких действий на это просто смотреть. То есть тут что еще самое страшное? Что ты никак не можешь на эту ситуацию, которая будет длиться неизвестно сколько, повлиять. Никак. Ничего не можешь сделать. Ты никак не можешь эту плиту под названием мировой психоз сдвинуть с места. Все. Они там что-то решили наверху, и ты вынужден соблюдать их закон. Понимаете? Независимости. Согласен ты с ними? Не согласен? Сейчас столько смешных видео, как вылавливают этих людей. Откуда их только не вылавливают? Где их только не караулят? Полиция, да? Соответственно, вот что мы с вами видим. Начинаются ожирения, особенно женщины страдают. Вот это вот и жрет, и жрет. Во-первых, обездвиженность такая, да? И вот эти панические атаки, они же опять же могут приходить от обездвиженности. Столько импульсов идет извне, из телевизора, каких-то там новостей, газет, сетей и прочего, вот этого кошмара, запугивающего ужаса, что развивается вся эта коронофобия, весь этот психоз, массовая истерия и так далее, да? Вот эти все реакции. Они еще идут от того, что нет этой физической нагрузки. Человек не привык столько лежать, столько сидеть и быть таким бездейственным. Соответственно, это понятное дело, что все это начинает, весь невроз расцветать во всей красе. Дальше чего идет? Ну, употребление алкоголем и наркотиками, кстати говоря, да. Начинают люди сбухиваться. Ну, а что делать? Надо себя как-то развлекать. Соответственно, все. Все вот это и происходит. Давайте смотреть, что нам с этим делать. Это мы уже видим с вами. Всю эту фрустрацию, всю эту прострацию, в которой мы пребываем, да? Что мы с вами будем с этим делать, на самом деле? Вплоть до каллюцинации. Сейчас у психиатров самая любимая шутка, что если вы разговариваете с телевизором, со стенами, со своим котом, это совершенно нормально и не нужно к нам обращаться. Но если вы видите, что они стали вам отвечать, вот тогда уже да, вы можете нам об этом сообщить. Сейчас такой прикол ходит, интересный очень. Соответственно, если кот начинает с вами разговаривать, вот это уже повод обратиться к специалисту. Значит, что я хочу сказать? Что если вы будете идти на поводу у лени и отдаваться безделью, то весь этот кошмар, с которым вы столкнулись, будет только нарастать. То есть депрессия будет еще сильнее, тревога будет еще сильнее, агрессия будет еще сильнее и так далее. Здесь вас спасут вот какие вещи. Во-первых, жесткие границы, которые нужно повесить на холодильник. Ну, например, дети, у нас есть с 2 до 3 тихий час. Все расходимся по комнатам. Если это однокомнатная квартира, все ложимся в кровать, все, и читаем книжку. Час никто не разговаривает, все молчат. Все, это тихий час, должен быть, да, обязательно. Дальше другие какие-либо границы. Ну, например, расходимся все по комнатам, не выходим. Или делаем ты это, я это, я это. То есть ввести четкий график и распорядок нашего дня, чтобы мы понимали, что, зачем следует. Если нет этой последовательности в нашей жизни и вовне, давайте хотя бы создадим ее в нашей сегодняшней действительности, вот в этом пространстве закрытом. Давайте там создадим наш рутинный, привычный день. Мы его создадим сегодня заново, да. Будем учиться заново жить. Потому что то, что было раньше, сейчас на данный момент мы не можем себе этого позволить, этого не вернуть. Все рухнуло, все порушилось. То, что было привычно. Жизнь стала очень непривычной. Дальше, следующий важный момент. Очень многие дети у нас сегодня вообще не делают того, что делали мы и их родители в детстве. Я мыла полы, моя дочка не знает, как мыть полы. Я мыла посуду, готовила еду с 7 лет. Она не знает, как это делать. Так вот, давайте наших детей будем учить это делать. Пусть они у нас убираются, пусть они гладят, пусть они готовят еду. Давайте их этому будем учить, заставлять их это делать. Пусть перебирают шкафы, протирают пыль, занимаются вот этой вот домашней рутинной заботой. Они вообще на самом деле отучились это делать. Вот скажите, ваши дети делают это? И в каком возрасте ваши дети находятся? Потому что вот мои дети никогда этого не делали, дети моих подруг не делали этого. Мы почему-то своих детей от этого решили отстранить. Типа, мне проще самой все это протереть, проще самой все это нафиг вымыть, чем потом перебивать эту кухню после того, как она эти блины тут напечет. Все это засрет, всю эту кухню мукой, жирными пятнами какими-то, да. Всю кухню мне уделает, потом, значит, еще больше проблем с этим совсем будет. Так, дальше. Значит, минимизировать вот эту информацию о коронавирусе. Ну, хватит. Ну, что нового, вы там пытаетесь узнать. Все, значит, соответственно, если идет какая-то потока извне, переключите все эти телевизионные каналы исключительно на вот эти все. ИВИ-ТВ, что там ТВ, вот это где идут исключительно фильмы, какие-то интересные, развлекательные вещи. Все, выключите эту нахрен антенну, выдерните. У меня одно время была она совершенно выдернутая. Я его не смотрела два или три года. То есть я смотрела исключительно те диски, которые, вот мне хотелось, фильмы, которые я выбирала сама. Все, не нужно больше ничего читать, не нужно больше никакой этой информации про коронавирус. Не надо это смотреть. Хватит эти новости, соцсети друг друга запугивать, впадать только в эти фобии, впадать в эти истерики. Не нужно этого делать больше. Соответственно, пропишите все плюсы от того, которые есть у вас сегодня. Ну, к примеру, вы мне обещали, многие из вас, мои пациенты, которые были у меня, вы мне клятвенно обещали снять видеоролики. И говорили о том, что вы бы это сделали, если бы у вас было свободное время. Я хочу узнать, какая сейчас у вас отмазка. Напишите мне, мои клиенты, мои пациенты и вообще все те, кто смотрит меня. Сегодня какая отмазка не снимать видеоролики для YouTube? Напишите просто. Просто очень даже интересно, что сейчас ломалась, камера или что. Вот это напишите. Дальше. Какую вы сегодня мне скажете отмазку, по которой вы не написали книгу? Многие клиенты мне говорили, что они мечтают быть писателями и написать книгу. Почему книга не написана еще до сих пор? Вот такой меня вопрос беспокоит. Вот многие девочки, вот я хочу сказку красивую, роман написать. Вопрос. Где сказка, где роман? На это нужно время. Время есть сейчас. Соответственно, следующий момент. Когда, как не сегодня, вязать? Я вот преобожаю вязать, но я себе это запрещаю. Типа думаю, ну как можно тратить время на вязание? Сегодня сам Бог велел вязать. Кстати, я вязать могу только полотнище. Вот как дурочка вяжу какие-то совершенно бесформенные вещи, которые вообще невозможно носить, этот кошмар. Но мне просто нравится вот этот механизм вязания. Я вот люблю вот эти вот вязать. Особенно какие-то крупные нитки, крупными спицами. Кто любит вязать, девочки, напишите мне. Я просто обожаю вязать. Но я себе все эти годы вязать запрещала. Обещала, что типа буду вязать только на пенсии. Там же надо расчеты делать, чтобы все красиво получалось. А расчеты делать не умею, не люблю. И вот всякую ерунду вяжу. Шарфики какие-то бредовые, там свитера ужасные. Потом заговаривать надо и так мужчину. Захотели заговорить мужчину, взяли, связали ему шарфик. Это вот шарфик на три года заговорить, свитер на пять лет, по-моему. А носки, если вы свяжете на год. Вот, да, поправьте меня, правильно я сказала? Так. Шить также, кстати, одежду всякую можно шить. Кто там любит шить? Помните, раньше эти журналы были бурдомодом? Бурдомодом, коллекция бурдомода. Ну ладно, котики мои, чего еще сказать-то? Да, все сказала, все сказала, основные вещи. Короче, максимальную занятость. Чем больше будет вот этой занятости, несмотря даже на то, что вы в четырех стенах, тем легче и продуктивнее будет проходить ваше вот это время. Потом еще будете вспоминать это. Что, эх, было время хорошее, золотое. У нас же есть такая особенность у психики, как розовая ретроспекция. Вспоминать прошлое в очень таких красивых оттенках. Что, ой, там и тогда было так замечательно, мы были все вместе, помните, ребята. Ну ладно, котики мои, 4 мая, 4 мая я жду вас всех на свой марафон, посвященный отношениям между мужчиной и женщиной. Чтобы туда попасть, на мой пятидневный марафон, который стоит 5000 рублей, нужно просто написать мне в директ «Хочу на марафон», на мою главную страницу. И все, я вас запишу, расскажу, как, что и чего. Туда нужно приходить всем, и мужчинам, и женщинам, и геям, и лесбиянкам, и пенсионерам. Всем-всем-всем, неважно, в браке вы, в разводе, есть ли у вас любовники, 38 любовников, нет любовников, обязательно нужно туда прийти. Потому что, а вдруг пригодится, да? Мы будем очень много говорить о чем. В принципе, вы же хотите со мной побудете дни на карантине? Что вам еще делать, кроме как пройти с пользой все эти 5 дней? Вот кто был, те девочки и мальчики, они настолько рады, вы же видели, какие они прекрасные мне отзывы написали. Кто не видел, можете зайти ко мне в Инстаграм, почитать эти отзывы о предыдущем нашем марафоне. Насколько он у нас с ними плодотворно, насколько энергично он у нас прошел с ними. Все, я вас целую и обнимаю. До встречи 4 мая на моем 5-дневном марафоне.